ну вообще смотри интерпретационная аналитика то есть то что по сути да не эконом диагностическое или каузальное вот то что пытается сейчас сделать условно говоря сервисы alia explain дэйта которые или множе множество других донов в разных системах которые позволяют генерить генерировать inside до так называемые там или файдинге то есть то что переводит как правило как это выглядит в текст до или там формулирование запроса получения кого-то ответа или интерпретация цифра виде текста все что сейчас есть это мягко говоря ну несерьезно я бы так сказал то есть тут есть разные в общем темы но ни одна из них не трансформирует на мой взгляд текущие фреймворки био процессов про права отделов департаментов и так далее есть много проблем вокруг этого во первых они не очень ценные эти инсайты вообще инсайты не пропущены через аналитика пока что не получается генерить ни у кого может быть тут надо посмотреть в сторону вот g5 бота это до хайповая сейчас история вот что-то там ну как бы более 2 3 10 поколения будет вас способна работать на более высоком уровне с поисками сайтов вот но пока что именно out of the box инструменты которые которые типа предназначены для интерпретации данных поиска в них тех или иных не знаю вещей для фокуса менеджмента или там до бизнеса все это работает исключительно примитивно то есть это никому не нужно там проблема есть доверие проблема не учета куча контекста проблема качества данных на которых это строится то есть как правило вообще нет ни одного кейса где бы ситуация была настолько кристально чистая да что можно было бы дать машине копаться в этих данных и что-то оттуда извлекать и подсвечивать ну разве что вы специально да там не будете упарываться чтобы сделать такой проект в котором все это будет решено и она будет ну и и бизнес еще как бы начнет этому доверять вот в остальном скорее всего это еще более сложная задача для адаптации adoption бизнеса чем даже просто обычные дешборды вот поэтому поэтому вот так по поводу сервиса и централась я не помню в общем я уже это рассказывал про то что во первых централась для меня это не история пройти я считаю что централась бей имеет ну очень много правильного потенциала который зачастую не используется да и это не пройти мы в люксов теперь же строим наш репортинг factory сервис отдельной команды до репортинг аналитикс да это аналитик steam мы не находимся внутри эти мы находимся под операционным директором и на мой взгляд это лучше ну или как по можно под сидел это эту функцию строить но смысл в том что современный репортинг factory сервис он должен выполнять работу на но в общем на другом уровне чем просто производство отчетов под заказ то есть производство отчетов под заказ это мертвая история на мой взгляд ну что я давай поясню да значит просто когда приходит какой-то бизнес просит сделать по требованиям какую-то разработку вот так какой-то аналитик делает это и отдает то ну максимум в лучшем случае каким-то случайным образом это становится полезным отчетом да и живет долгое время но скорее всего в общем происходит по-другому значит что важно в этом смысле мы как бы делаем акцент на как бы как и не многие другие да кто к этому тоже пришел на самом деле это нет ни что-то такое уникальное строится команды с достаточно высокой доменной экспертизой это люди которые одновременно до шарят как бы из-за бизнес из-за данные из-за SQL как бы из-за био инструмент из-за бизнес контекста метрики смысла и так далее вот и они делают такой дата аналитический консалтинг следующая стадия это продуктовый подход к данным в компании то есть когда да по аналогии с продуктовой аналитикой продуктом можно называть все что угодно в компании сотрудника кандидата до финансовые данные воспринимать как продукт финанс и соответственно мыслить продуктово то есть репорты аналитика создавать аналитические продукты в компании и распространять их это очень важно то есть делать вовлекать бизнес в это доставлять аналитику разным командам ролям которым она нужна и обеспечивать кросс функциональное использование что важно то есть мультиплицируя эффект от эффект от потраченных инвестиций на разработку какого-то продукта да если это делается под одну команду это одно если потом это распространяется на все команды которым эта информация нужна на правильном уровне доступа с правильными разными фокусами взгляда на эти данные для разных ролей да и тогда вот тогда этот но централизованная аналитика становится начинает выполнять намного давать компания много больше это при этом не исключает и self-service и просто здесь очень важный момент с соприкосновения этих двух способов развития аналитики да то есть все таки я последние вот два года как раз на примере великой компании тинькофф банк ощутил что self-service на самом деле способен давать не меньшую ценность чем централась бей вот увидел как бы работающую модель что называется но она очень сильно построена на высокой дата грамотности то есть очень мало компаний на самом деле имеют такое это но это очень существенный фактор успеха да то есть просто так заставлять бизнес обводить их на тренинги и объяснять им как дракон дропать какие-то метрики в би туле это можно делать но скорее всего это но это не не будет взлетать это будет какие-то какой-то очень низко низко качественный и рисунка расходования ресурсом то есть настоящий self-service он как бы работает на на дата грамотная аудитория и здесь вопрос наверно подбора то есть стратегии именно найма в компании должны меняться то есть постепенно должны бизнес подразделениях нанимать людей со сквелем на все позиции и через там 3-5 лет будет адаптироваться self-service ну если совсем упрощая здесь вот тогда еще напрашивается вопрос а если мы адаптируем вот все же как обои вот концепцию биай а вообще не размотится ли понятие биай вот аналитики как таковой то что мы будем пытаться не внедрив себе вот не построив нормальную вот описательную аналитику дескриптивных перекрыть мы сразу на предсказательную то есть предиктивную и тем самым как-то у нас вообще никакой био не взлетит вот какие здесь ты можешь выделить риски идеи паре дескриптивно не дело дескриптивную и делать сразу прискриптивную аналитику это нормальная тема очень многие сейчас новые стартапы они сразу делают проскриптивную не ну а что суши не надо делать из них каких-то там они просто как раз у них эффект новизны они строят уже как бы отталкиваясь от нуля вот в текущей точке времени да и пространство да мы как бы едем на каком-то опять же нашим legacy ну понятно что да просто иметь данные выводить их где-то там исторические данные это не сложная задача тут не надо что-то строить нет можно можно как бы это все равно да это сам работа вот мои как бы занимаемся 85 наверное процентах проектов это все такое дескриптивное достаточно и это все равно нужно это как бы вопрос распространение информации да или там какой-то примитивной аналитики я бы назвал вот и так по поводу ну как бы строить прескриптивную можно с любого момента мне кажется начиная не обязательно базироваться на дескриптивной просто здесь возникает вопрос еще и доверие данных и распространение био потому что если мы говорим каких-то многотысячных компания корпорациях то вот тут эффект внедрение например предсказательной аналитики может быть сыграть гораздо во бред то есть если аналитик на ошибочных данных либо он найдет какой-то не тот инсайт не сможет его правильно интерпретировать и дальше вот он ему дескриптивная аналитика при этом не поможет понимаешь не не тут вопрос качества данных вопрос если сеньорный аналитик да или там команда берется за разработку какой-то предиктивной модели с выходом в да в какие-то инструменты для ней дальнейшем для менеджмента то они решают любом случае задачи с нуля они берут данные они берут как бы требования да и и работают там и качество анализирует и так далее никакая база дескриптивного убия она не поможет ли это они находятся на мой взгляд как-то в параллели и и главным образом задачи решают разные то есть дать искать и аналитик просто помогает людям ощущать данные какие-то и не быть совсем в космосе до в каких-то своих ощущениях и до иметь возможность просто понять что происходит произошло это зачастую не так уж и плохо в том смысле что люди в существенной степени как до менеджера не хотел бы ничего плохого говорить но средний уровень достаточно там у людей принимающих решения опять же в контексте работы с данными достаточно низкий и в случае достаточно хотя бы просто иметь данные чтобы постфактум что-то понять да и там возможно принять какие-то решения ну вот по поводу продиктивных моделей проблемы их адобшина доверия к ним ну опять же опирается на на культуру данных и на мачурность зрелость тех команд которые готовят то есть в ряде компаний нет я это наблюдаю нет проблем заработать сложную модель и внедрить ее в принятие решений там больших транснациональных или федеральных компаниях это вопрос наверное культуры вот одни просто стоит с точки зрения культуры могут стремиться как бы закидать до захерачивать грубо говоря любую инновацию такого рода находя тонну допущений или не знаю способов причин почему это не должно работать вот а другие наоборот начинают использовать на ранних этапах да и допиливают очень интенсивно но это зависит от и от качества этих моделей то есть все таки если говорить про да про то что ты говоришь про неинсайт менеджмент это вообще я бы сказал история немножко не пробей в классическом понимании бель может быть туда сейчас стремится двигаться но это уже эта история существует и она существует не в би область да это вот дата аналитики слэш штата science адаптированный в компаниях в виде направлении продуктовой аналитики направлении мл опса значит это уже реальность да и во многих компаниях такие команды работают и разрабатывают модели и они внедряются а насколько ты считаешь вообще должен не био инструмент иметь отдельный модуль мл или же вот те же сам поддерживать нлп как таковой потому что сейчас вот в принципе даже на российском рынке мы сталкиваемся порой даже порой мы какими-то неадекватными запросами чтобы био инструменту хотят навязать там не знаю чуть ли не автоматическое моделирование как вот и теле потоков и одновременно там еще чтобы дашборд из чуть ли не сам строился вот такое здесь у тебя мнение по этой концепции ну мне это все не близко честно говоря я и за то чтобы и теле был за пределами био я то есть мне кажется это абсолютно не гибко то есть тот же самый какой-то табло преп драгон дроп для бизнеса типа давайте научим вот именно таким образом бизнес создавать какие-то дата пайплайны я не вижу чтобы это работало то есть да можно научить можно это сделать то инструмент прикольный но никому не нужен в том смысле что бизнес если у него нету зрелости по работе с данными они не 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 начинают драгон дропать вот как бы до дата пайплайн с помощью таких инструментов они все таки стрим предпочитают стоять в очереди к дата инженерам био инженерам который напишет код в сквеле и это дали в пайтоне и это намного им проще и быстрее и да на самом деле с точки зрения поддержки лучше во многих отношениях то есть сел сервис но у код сел сервис и теле он достаточно ну странный на мой взгляд продукт то же самое с попыткой добавить разные для за различных функционалов для какого-то такого примитивного эмеля или дата сайнс инжиниринга в бей опять же если это касается возможности например ранить python код или так далее это все хорошо и приятно да ускоряет работу и так далее но полноценные модели ну как бы я никогда не будет удобен для этого био инструменты зачем это впихивать в эту коробку скорее нужно делать такой микросервисную архитектуру в которой в компании правильные инструменты доступны для разных типов задач да и био инструмент выполняет собственно свою основную функцию да это репортинг и и даты визуализации в то время как подготовка данных ведется в других сел сервис сел сервис инструмента которые тоже могут быть разные сложности для разного уровня людей отдельный блок эмэля если нужно можно пытаться играть в гражданские мэй до какой-то и мы лёб сына у коды мэй но это тоже как бы следующая ступень которая пока мне кажется про которую рано все заговорили но может быть у кого-то это уже дошло до этого но фактически речь идет об адаптации в компании процессов нормального мл ops да и надо фокусироваться на этом с отдельными инструментами которые между собой прекрасно сочетаются там как-то до интегрируются так далее open-source не open-source тут неважно архитектур много разных не хочу ни за каких вендоров выступать здесь кстати вот недавно прошла новость что наверное известная компания софт-лайн одна из крупнейших эти компании в россии она вот приобрела чуть ли не половину доли в компании полематика в тоже вот российском вендоре и системы и говорят что будут развивать они как раз направление машинного обучения нейронных сетей вот насколько здесь хорошая практика я что тот же инструмент будет перестраиваться какой-то чистый мл либо же вот отдельный блок съедаться туда честно говоря не не ознакомлялся с продуктами этих вендоров тебе виднее но стратегически у них могут быть не знаю какие-то на эту тему не знаю посылки но скорее всего они ведут речь о по сути отдельном продукте до подым или которые они могут делать фокусируя его на соответственно дата сайнс людей как это будет при этом интегрироваться с бей и для чего ну то есть будет ли это как бы часть бей инструмент или просто дополнительный инструмент рядом вот ну как бы мне кажется скорее второе потому что лично у меня это вызывает вопросы некоторые здесь мы можем плавно как раз перейти в реалии российского рынка что большинство отечественных систем они представляют из себя такой вот скажем кастом то есть ты отдельно под себя можешь собрать какой-нибудь детей блок либо и он уже может быть системе отдельно есть какие-нибудь формы ввода вывода как-то закрывает dqm есть у нас еще отчетность корпоративная которая тоже реализуется драгон дропом но вот когда мы еще заходим мы или в целом этих компонентной структуре то здесь она как-то начинает сыпаться что все это приходится собирать такой единый рабочую систему и по сути каждый заказчик он себе сам делает вот я из коробки он себе не может сделать насколько это хорошо что слишком все децентрализовано и здесь мы по сути собираем для себя вот такой суповой набор из 5 продуктов и их систем нем гадит ты смешиваешь два в одном то есть первое что есть системы которые предполагают много кастома докручивания вот даже часто поступил вопрос чате про и те будет ли по nbi вот китайской системе и те здесь вот если забежим вперед да в шестой версии вот следующем году которая выйдет там будет блок тель будет там еще и краски инсайты когда вот можно кликнуть на данные и он тебе покажет вот как клике наверное знаешь саша что он на сайт почему данные вот произошли именно так это вот например наши китайские коллеги добавят в следующем релизе смотри почему данные так это в табло тоже такая штука типа появляется explain the data но но вот что там пишет ты читал не знаю есть какие-то фидбэки у ваших заказчиков кому это нужно кто вообще этим пользуется кто это вообще на это было что если данные компании уже выстроена культура данных на определенном уровне и это потребность закрывается то есть там какие-то базовые функции которые в принципе можно или не отображать это какие-нибудь отклонения с периодами почему вот например в этой именно значению возникла именно такой процент или что вот например в эту категорию входит в принципе это на базу в каком-то уровне там и мы открывает встроенный вот такой инсайт смотри да инсайты в основном все которые сейчас есть генерируются да и мы их сейчас над ними тоже работаем нас есть такой по инициативу по инициативе менеджмента в команде и мы рассматриваем разные тулы и строим свои но все что делает коробка она у нас не взлетает то есть во первых они либо очень поверхностные либо не учитывают как говорил много всего но даже если вот мы говорим до базового о чем с чего вообще начинается любой инсайт менеджмент с попытки найти отклонения девиации между периодами на как правило там месяц к месяцу квартал кварталу плант факт факту да и дальше посмотреть контрибьюторов этого отклонения то есть из-за кого она отклонилась вклад какой был каждого в это отклонения и может быть еще третьего уровня анализ топ-5 контрибьюторов раскладываешь по еще одному уровню детализации дрила да то есть вот как бы стандартный способ задрелиться там в какой-то найти inside вот в данных это эти эти задачи решаются и с помощью биоинструментов то есть у нас много примеров где мы разным удобным способом делаем именно вот такой вот вид анализа то что делает при этом автоматом система но она попадает там один раз из трех что-то ценное да там в лучшем случае извлекает из данных но тоже может быть да это может быть как бы то есть в нашем случае нам надо сделать усилия системы вроде как это делает из коробки может быть будет лучше но тут я бы другое говорю вот мы сейчас думаем над inside менеджмент как о модуле отдельно который возможно мы будем либо покупать либо пилить свой и на другом бюджетом я и принципе как такового что разные модули и вот мы собираем такую систему а есть сейчас системы которая ну или как бы модули до в разных би-системах вернее аддонов к би-системам по inside менеджментом но у меня другой тут немножко vision я думаю строить как бы такой продукт который позволит скажем так ранить определенные проверки то есть есть сорс да к нему как сущности добавляются так называемые анализы анализ когда ты запускаешь определенный код проверки который проверяет да там на но по некоторым сценариям те или иные типы заранее скажем так заранее заданной логике поиска инсайтов визуализированное виде материализованной виде кода и запуск вот такой проверки он запускается по расписанию или там до при 0 и вручную и дальше он выплевывает из себя конкретные типы значит централизованные типы более-менее контролируемые и подготовленные аналитиком вот но тем не менее они уже выходят там пушами в мобильное приложение компа потянул мессенджера до человеку в почту любым тем способом которым он готов по ним принимать инсайты и и это хорошо менеджится это высококонтекстно то есть ты можешь делать сложные инсайты с учетом разных специфики и допущение по качеству данных и так далее вот и при этом как бы это пропущено через аналитика и этим легко можно управлять можно делать сотни таких такого рода flow до проверок и одни поставить на холд другие дорабатывать и так далее в общем что тут похожие я может быть это как-то обосную и запом публикую как концепт вот но есть как бы предварительно некоторые референсы что примерно такое происходит вот это что-то среднее между ноутбуками в части а-ля цепелин или джупитер до которые прогоняют какие-то проверки из них можно кушать разные сущности в в пользователе но это по сути надстройка это вообще может объявить инструмент но специализированный до поет инсайт менеджмент и под алертинг в таком виде то есть это просто другой способ для пользователя другой опыт по взаимодействию с информацией с аналитикой а если здесь мы вот в это как раз таки пути мы можем еще добавить и тел который будет тоже на малюшки писать какие-то уведомления на данные насколько это может создать нам профит и помочь пользователям лучше знать их данные тут вот в чате как раз задал вопрос один из слушателей что в автобизнесе есть потребность выстраивания своей модели данных у каждого подразделения и здесь очень остро чувствуется потребность такого селф-сорсетей вот вопрос как почему он должен быть бей почему обязательно должен быть бей я не понимаю то есть это же и неудобно и не гибко я понимаю что речь идет о бизнесе до которому но мне понятен например подход того же ну да вот допустим это не только тинькофф банк и просто на его примере так многие строятся селф-сервис и тель есть хранилище окей на чем угодно она построена там есть свои там селф-сервисы отдельные которые позволяют бизнесу пользоваться теми иным теми иными данными дальше есть тулы тоже современные удобные есть например дремя у есть например цепилин open source а почти пилин есть в стеке microsoft и уже есть data factory да и жир дата factory то есть это достаточно упрощенная ноутбучная ноутбук бейст я бы так назвал то есть когда у тебя код пишется до параграфами в но специально такую сущность ноутбука и она удобна в том смысле что там все как бы в одном месте делается все пайплайны оркестрейшн там и так далее и это шара балл и и ты оттуда из этого ноутбука и подключаешься и ставишь его там же на расписание и оттуда ты можешь пушить экстракт в табло например и так далее вот и и так далее и этот инструмент все родители нам намного гибче масштабируемые чем работа с каким-то им бы этот хотя опять же я не знаю может быть ну вот все две инструменты того же клика есть до свой самобытный тель табло есть табло при в который тоже может быть развернут на сервере используется правда мне надо было прежде вот я вот табло при могу точно показать что это я бы туда никому бы не рекомендовал двигаться то есть я не понимаю этот процесс то есть он ну как бы он тупиковый на мой взгляд не знаю в паузе здесь мне кажется у них у них больше как бы с даксом да как бы гибкости и у бизнеса больше ну вот такого power юзеров внутри бизнеса у них больше так как это во многом дай excel лайк интерфейс и excel фрики до назовем их так ну хорошем смысле power юзеры которые от excel мигрировали в power bi из бизнеса в них способности освоить и тель внутри power bi да он как бы намного нативнее ложится в этом смысле их подход он более перспективный если уж говорить про и тель внутри внутри би би да здесь как раз вот эту концепцию подтверждаю что есть пользователи power юзеры на наш которые любят работать с экселями и здесь вот что из кель в принципе он недоступен для бизнеса как таковой бизнес видит развитие только би а почему не доступен с кель для бизнеса я не очень понимаю я так полагаю это связано с культурой данных что бизнеса вот сложно донести вот использование вот но я могу сказать что мне кажется что это как раз перспектива нескольких лет и осознанной диджитализации компании которые некоторые из которых встают на путь повышение уровня грамотности и это напрямую связано с тем что нанимают людей на разные позиции до которые изначально пишет на и скреле и это потом приводит к тому что у тебя на позициях финансовых партнеров финансовых аналитиков все пользуют да там пишут свой код делать свои витрины делать свой тель и дальше просто в табло да там делать либо сами либо им помогают селс сервис по поводу появляется продуктовых командах все сплошь как бы дата грамотные да могут не быть при этом дата аналитиками так далее вопрос стратегия можно в эту сторону идти смотри учиться существующих здесь я с тобой поспорил потому что например в отечественных вот русских биосистемах здесь как раз таки они как бы нацелена по сути у нас на высокую дата грамотность и как я полагаю рассчитываю что есть вот за спиной у компании где-нибудь штат отдельно из сql-чиков которые будут писать вот скрипты на для создания данных на визуализации есть которые они в основном на джава скрипте пишет как раз тоже вот знание джава скрипта это чтобы как-то кастомизировать дашборды и вот там уже как ты говоришь какие-то там настройки и здесь вот например возникает вопрос в плане стратегии а вот где в принципе таких например можно эксперта взять и насколько этот подход вообще скрипт я согласен это перебор пожалуйста предоставь нам 20 сql-разработчиков 20 джава скрипт разработчиков и пожалуйста вообще не надо называть не надо называть людей создали разработчиками то есть сql это вообще не про программирование на мой взгляд то есть да это это язык программирования но есть он как бы становится на мой взгляд опять же ну языком в принципе взаимодействия бизнес-пользователя понятно что мы говорим про power-юзеров casual юзеры они в принципе никогда у вас с никаким сел сервисом не будет заниматься ни drag-and-drop нам не сквельным даже не надо пытаться их вовлечь да мы говорим про power юзеров и вот эти люди на изначально они со скиллами в области как бы они ну математически грамотные бы должны быть в противном случае опять же не очень правильно инвестировать время в их обучение любому инструменту и далее все таки это я не потому что это какая-то узкая прослойка стран достаточно широкая прослойка да люди которые хорошо пользуются экселем они как бы дальше вы их можете вовлечь и в SQL и в какой-то сел сервисе телеса все разби на вопрос ну то что они способны и то и другое освоить джаваскрипт за скобками да джаваскрипт это история про чистый кодинг и это действительно ограничение текущего российского by то что они создают такую как бы зависимость это откат это безусловно откат и бизнес не будет учить джаваскрипт а вот SQL для подготовки данных на мой взгляд учить вполне перспективнее чем пытаться внедрять ss и теле внутри бей инструментов давай наверное сейчас вот то будем уже близится к концу вот какой ты бы дал совет может быть не только от российскими дорама принципе его тоже скажем так импортозамещаемым вот институт партнерам потому что и find by можно какие-то вот опции включить и в целом других вот платформах чтобы ты в целом да может быть единый совет или как концепцию вот такое писал в двух словах и после этого думаю уже перейдем к части нашего розыгрыша подарок для наших слушателей будет совет двух словах я я бы могу бы дать совет то что есть уровень би систем после которого да одни лучше другие хуже но в целом после которого уже не важно какой у вас инструмент важно как вы его внедряете какие процессы выстраиваете в компании для того чтобы максимум пользу извлекать из из того что у вас есть то есть можно купить иметь очень хорошую систему но она не будет работать и на самом деле достаточно намного более сложно заставить закатить из нее пользу то есть я бы я у меня принципе дают я повернут как бы на операционном тактическом и стратегическом внедрении би инструментов в реальных проект когда в компании то есть вокруг этого выстраивание разных оперейшнс процессов бей команды как управлять контентом как управлять данными как какие процессы по разработке и работе с требованиями с ожиданиями с потребностями с релизами с промоушеном репортов с формированием команды с проектный проектным менеджментом в бей отделе дизайн гайды и visual кодинг то есть люк какой бы это ни был инструмент все эти вопросы они как бы на вас все равно свалится да или уже как бы вы их все ощущаете вот и вот здесь основная на самом деле зона развития по файн бейна насколько я успел понять то есть если бы я сейчас стоял бы перед выбором как многие другие в россии то я бы скорее выбирал бы между файн би а им и ну возможно каким-то из open source инструментом если нашла бречь о замене до табло да и не было возможности воспользоваться power bi то есть наверное сейчас бы я выбирал бы из доступного это что-то типа табло power bi клик я бы не стал выбирать ссоре и если это другое недоступно то наверное find by или какой-нибудь apache супер сет вот ну и совет фокусируйтесь все таки на понятных вещах на данный момент на извлечение понятной прибыли на отстраивание от 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 инструмента надо отстраивание операционных процессов вот а insight management он как бы подъедет пока что ну я бы сказал что это все это все тренды на тренды которые будут адаптится еще не на лет пять прежде чем можно будет говорить о реальном наступлении какой-то новой эры в в би а и да получается так спасибо тебе большое надеюсь что может кто-то видео посмотрит тоже из даров из наших коллег и поймут что нужно делать понятные вещи и не гнаться может быть даже за некоторыми трендами не нету вендоров задача как раз гнаться они должны вот всячески друг друга перебивали например обсудили что может он вообще не нужен а его пытаются уже там сейчас но сейчас на многие даты гавернсом занимаются по-серьезки да биоинструменты которые пытаются сделать у себя дата стюршип дата каталоги разные значит сертификационные процессы и так далее и это тоже как бы иногда выглядит достаточно убого вот и не очень понятно как это вот в таком объеме усеченном использовать и так далее ну в общем но это по крайней мере тренд ну дата кавернс до который был как раз более менее таким зыбким 10 лет назад а сейчас он реальность да и все занимаются даты гавернс тотально то есть даже пять лет назад не было этого сейчас все поняли что ну как бы представили дешборды 10 лет да и поняли что без дата quality нормально ничего все таки дальше пути нет там да во многом для масштабирования для скейлинга опять же для self-сервиса того же нужно другая доступность другая нет уровень мета данных другой уровень именно понятности поиска вот и все это должно решаться уже через построение вот этих дата marketplace дата каталогов там так далее вот поэтому сейчас вот в эту сторону мы например у тоже много сил тратим то есть это вообще не мне бейда по сути своей ну вот ну да нужно работать над качеством данных это конечно одна из таких концептуально базовых вещей давай наверное сейчас уже будем завершать посмотрим посчитаем сколько пользователей у нас сейчас находится чать в принципе кто на месте и проведем тоже такую бонусную часть что разыграем место на нашей обучающей программе по нашему курсу find by который начнется уже в новом году думаю это вот как раз будет кому-то и слушатели очень хороший подарок для обучения перед новым годом так чате у нас кажется сейчас 17 человек давайте я сейчас включу демонстрацию экрана и мы проведем собственно наш розыгрыш так а уже 18 кто-то подключился видимо когда речь зашла розыгрыша как ты номера будешь определять прости мне интересно так а у меня сейчас вот должно быть этот скрин отобразится и номера генератор я вижу а у участников как номера просто порядковые кто по алфавиту смысле я думаю порядковый как по этим тимс можно поступить конечно немножко иначе сейчас кто-нибудь поднимет руку и по количеству поднятых рук мы сейчас попробуем определить наших пользователей кто участвует действительно можно в принципе так сделать вот ну четыре руки вижу так пока 4 7 8 10 сейчас ищут все как на руку нажать а там можно вести слева три точки есть такой символ также 11 человек 12 13 13 все давайте последнюю минутку и мы сейчас уже будем определять так финальное число это у нас 13 давай на 3 получается нажимаем и определяем нашу победить и это число 10 теперь отчитываем получаем юлиана юлиана сейчас два еще раз раз два три 4 5 6 7 8 9 10 да все верно юлиана поздравляем вас вы у нас выиграли одно место на обучающей программе по find by пожалуйста пришлите контакты которые есть в чате мы впоследствии свяжемся с вами и уговорим ваше участие в нашей обучающей программе всем остальным тоже большое спасибо за участие за вопросы и тебе саша огромное спасибо за то что смог выделить время присоединиться а не вопрос зовите всего доброго ребят всем пока всем спасибо всем хороших выходных и с наступающими праздниками